Привет, друзья, с вами Ваймс, и сегодня я попытаюсь рассказать вам, в чем суть игры Ив Онлайн. Это на самом деле довольно сложная задача, потому что Ева — это очень такая масштабная и глубокая игра, так что я не уверен, насколько у меня получится за адекватное время рассказать все, что нужно рассказать, и при этом ничего не забыть. Но я попытаюсь. Итак, Ева Ив Онлайн — это MMORPG от исландской студии CCP Games. Игра изначально вышла в 2003 году и, по сути, является, ну, в принципе, второй по популярности и известности ММО после Вова. И второй из двух ММО, которые все еще имеют систему подписки и не собираются с нее переходить на фри-то-плей и не умирают при этом. Так что игра достаточно, ну, заметная и значительная в этом плане. Но давайте, собственно, разбираться, как она работает, что она из себя представляет и все там подобное. Я играл в Еву достаточно много. Я, наверное, года два играл, но в основном достаточно давно. То есть я бросил году в 2012, если не раньше, и с тех пор практически не играл. Я там заходил время от времени, так на недельку посмотреть, что изменилось, но в основном нет. И сейчас в последний раз я зашел на недельку посмотреть, что изменилось, примерно 10 дней назад, и решил, что почему бы не сделать видео по этому поводу. Ну и когда я зашел посмотреть, что изменилось, я сделал нового персонажа, новый аккаунт и все там подобное. Так что этому персонажу, сколько? Ну, он создан 7 июня. То есть 9 дней назад. Сейчас 16-е, когда я записываю. И, в общем-то, да, это, конечно, не так уж и важно, но да ладно. Ева имеет такую репутацию игры, в которой очень сложно разобраться, в которой нифига не понятно и все такое. И также таблицы онлайн встречается такое название этой игры, что, в принципе, в какой-то мере верно. То есть если вы сейчас посмотрите на экран, тут таблица, тут таблица, тут таблица, тут таблица, тут целая куча таблиц. А что еще? Здесь всякие таблицы, здесь всякие таблицы. В общем, да, таблиц хватает. Но в основном все не так уж сложно. То есть эта таблица, это чат, с ним все понятно, это мой инвентарь, с ним тоже все более-менее понятно. Ну, трюм. У меня все-таки космический корабль, так что у него не инвентарь, у него трюм. Это вот таблица достаточно важная, но сейчас мы с ней разберемся. Но, в общем, давайте начнем сначала. Ева — это игра, в которой вы командуете космическим кораблем. И я не случайно использую слово «командуйте», а не «управляете», потому что напрямую вы им не управляете. То есть это не симулятор, и это не игра, в которой вы там сами на WSD или еще на какие-нибудь кнопки летаете этим кораблем, целитесь мышью или что-нибудь подобное делаете. Нет, вы, по сути, играете роль капитана корабля, и вы отдаете ему приказы. То есть я не могу, там, начать стрелять куда-нибудь. Зато я могу выбрать вот эту вот цель. К этой табличке мы все еще вернемся, но в данный момент стоит знать, что она показывает все, что вокруг меня происходит. То есть это вот этот корабль. И я могу сказать своему кораблю приблизиться к нему. И мой корабль развернется и начнут приближаться к нему. Я могу сказать своему кораблю выйти на орбиту, и мой корабль начнет нарезать вокруг него круги. На самом деле не начнет, потому что этот корабль, к которому я пытаюсь приблизиться, он летит от меня, и он летит быстрее меня. Так что, нет Не начнет мой корабль вокруг него нарезать круги Но все же И точно так же я могу захватить цель И начать по нему стрелять Хотя сейчас, в данном случае, это будет очень плохой идеей Потому что Ну, нет, к этому мы еще вернемся В общем, я пока что просто скажу, что это будет очень плохой идеей Пока что Да, у меня есть миссия Мне нужно куда-то лететь Так что я возьму и разгонюсь на вот тот вот Старгейт В остальном, ну, слева это локальный чат Опять же, это все люди, которые со мной Сейчас в этой же звездной системе И сейчас я долечу До врат, которые Перекинут меня в другую систему, там будут другие люди С этим все понятно С трюмом все понятно К этой табличке я все еще вернусь, ну да ладно В общем, я именно командую своим кораблем Я не управляю им напрямую Хотя я могу, скажем, полететь В каком-то направлении, даже если там ничего нет То есть, да, в основном я могу там выбрать Какую-то цель и приблизиться к ней Там захватить ее Как цель Или там начать стрелять по ней Еще что-нибудь сделать Но помимо этого я просто могу задать направление И начать в нем лететь Вот я перелетел в другую систему Мой корабль в невидимости после выхода из гейта Я могу, например, дважды кликнуть вот туда И мой корабль сейчас выйдет из невидимости Развернется и начнет лететь в том направлении Или я могу дважды кликнуть вот туда И он спустя какое-то короткое время Развернется и начнет лететь туда То есть, таким образом я могу им управлять вручную В какой-то мере Также у меня есть совсем уж ручное управление Я могу стрелками на клавиатуре его Совсем поворачивать Но это очень неудобно И... В общем... Никто этим не пользуется Все летают мышью И в основном все летают именно командами Типа там выйти на орбиту, приблизиться, держать дистанцию Все вот это вот Но иногда полезно и дважды кликнуть Чтобы полететь куда-нибудь в конкретном месте Ну и также у меня есть всякие модули То есть в данном случае вот эта вот панелька внизу Внизу вообще это панель моего корабля То есть здесь у меня состояние щитов брони и корпуса Энергия, скорость Тут можно включить всякие тактические Как это называется? Оверлей вот этот вот, который показывает мне расстояние Там помещает на нем всякие цели И все там подобное Можно открыть-закрыть мой трюм Который почему-то отдел... Ладно, пофиг, не важно Можно посмотреть там всякие разведсистемы и прочую фигню Включить-выключить автопилот И переключить Тут есть три разных режима камеры Двумя из которыми никто никогда не пользуется Есть вот такой вот режим камеры Сверху Но по сути это просто отдаляет камеру И включает тактический оверлей Есть стандартный режим камеры Которая вокруг моего корабля крутится И есть камера от первого лица Которая не позволяет мне нихрена видеть Кроме того, что впереди моего корабля Наверное, в этом ее смысл Ну да ладно Ну и также здесь есть мои вот эти вот модули Это мои ракетные установки Которыми я могу стрелять Это варп-скрамблер Который выключает варп-двигатели Других кораблей Это стазисная сетка Которая замедляет корабли И это авторбернер Который увеличивает мою скорость Но это В данный момент не так уж важно Давайте я перейду Полечу в сторону миссии И мы разберемся Как работает боевка Как управление И все остальное работает в бою На самом деле Бой это Наверное Самая неинтересная И скучная И унывая часть Евы Так что Будьте к этому готовы Ну и давайте вернемся К этой вот обзорной панели Обзорная панель Это Собственно Панель Которая показывает Мне все Что происходит Как непосредственно вокруг меня Так и в системе в целом То есть сейчас я здесь вижу Врата Также я сейчас здесь Увижу вражеские корабли Когда они здесь появятся Я не уверен Сразу ли они здесь появятся Я не считал описание миссии Ясно А, атаковать он просто Окей Ясно Наверное так В плане боевки Я могу захватить цель И после этого я могу Начать по этой цели Стрелять Возможно Мне нужно саму Контрольную башню Атаковать Может быть Да, вот появился лейтенант Которого мне нужно убить То есть я могу Либо в этой обзорной панели Его захватить Либо просто так По нему я могу кликнуть Он отмечен этим треугольником Почему Зачем нужна вообще Обзорная панель И все тому подобное Почему нельзя просто так Целиться у врагов Потому что Большая часть боев В Еве происходит На таких расстояниях На которых вы Вражеский корабль По сути просто не видите То есть сейчас он В полутора километрах От меня Его там слегка видно Как корабль Полутора километра Это Это очень ближний бой Для Евы То есть мой корабль Сейчас вооружен ракетами Которые совсем Совсем ближнего боя И Они у меня еще И не прокачаны Так что они еще и Не летят на полную Нормальную свою дистанцию И при этом они летят На 10 километров И мне как бы Обычно нет особого смысла Приближаться ближе 10 километров В большинстве случаев У большинства кораблей Пушки стреляют дальше И в случае с миссиями Например И вообще с ПВЕ Большинство игроков Предпочитают летать На чем-нибудь Что стреляет далеко И И безопасно То есть там Всякие ракеты Которые летят Там на 80 километров И все тому подобное Так что На таком расстоянии Вы просто Вражеских кораблей Не видели бы Если бы они Не были помечены Треугольниками Ну и когда Они помечены Треугольниками Когда я смотрю На эту часть экрана Мне совершенно Я вижу что тут Три корабля Но я не вижу Где они На каком расстоянии Они там Что они делают И все там подобное Если же я смотрю В овервью Я сразу вижу Что вот Расстояние до кораблей Их название И их типы Все там подобное Скорость Угловая скорость И всякая другая фигня Это все настраивается Можно выключить Некоторые колонки Можно включить Какие-нибудь еще Но в общем Как-то так Овервью нужно Ну эта панель называется Овервью по-английски Обзорная панель Оно нужно для этого И тут есть еще Куча разных вкладок У меня То есть моя стандартная Боевая вкладка Она показывает Только всякие корабли И старгейты Если я переключусь На вкладку с лутом То она еще показывает Всякие Структуры Обломки кораблей С которых я могу Что-нибудь забрать Еще всякую фигню Если я переключусь На вот этого То тут просто Показаны только Старгейты Тут у меня не показаны Даже враждебные корабли Чтобы летать удобнее И эта вот вкладка Показывает вообще все В том числе И то что есть Достаточно далеко от меня То есть отсюда я вижу Планеты этой системы Луны Астероидные пояса Звезду Где-то здесь Все станции И все там подобное Ну да ладно Это сейчас Не особенно важно Сейчас мне Важнее Всех убить Это конечно Самая низкоуровневая Одна из самых легких Ну Одна из самых легких Миссий в игре В том плане Что это миссия первого уровня Так что меня здесь Никто особенно Мне повредить не может Но что поделать У меня нет доступа К более сложным миссиям В данный момент Ну в общем Как-то так Боевка Как вы видите Достаточно Уныло смотрится На самом деле В ней есть Немножко больше нюансов Чем кажется на первый взгляд В частности Скажем Да я Когда я стреляю по врагам Или когда они по мне стреляют По сути Попадание определяется В момент нажатия кнопки То есть когда я жму На кнопку ракетниц Оно По сути В этот момент я уже Ну игра уже знает Попал я или нет В случае с ракетами Все совсем просто У ракет есть максимальная дальность И все То есть они всегда попадают Если противник В этой максимальной дальности То Он получает урон Не мгновенно Потому что ракеты Какое-то время летят Но все же Если он не в этой Дальности То мои ракеты Не долетают до него И он не получает урон Естественно В случае с пушками Все немножко сложнее Потому что пушки Ну под пушками Я подразумеваю Все оружие Которое не ракеты Там есть всякие лазеры Есть всякие автопушки Рельсы Артиллерия В общем куча всего Оно может промахиваться Все И Тот факт Что оно может промахиваться Он как раз и дает дополнительные Некоторые нюансы боевки В том плане Что промахивается оружие Не просто из-за какого-то Там Банального шанса промаха А из-за того Что шанс попадания Высчитывается в зависимости От угловой скорости От размера От В принципе скорости корабля В общем от всяких таких вещей То есть если вы летаете На каком-нибудь мелком фрегате Очень быстро летаете Очень близко вокруг линкора С большими пушками Он по-моему не будет попадать Потому что его большие пушки Не успевают за вами За вами поворачиваться по сути И в принципе они не предназначены Для того чтобы стрелять По мелким фрегатам Ну и наоборот Если вы стоите на месте То по-моему все будет Почти гарантированно попадать Кроме совсем уж Больших пушек По совсем мелким кораблям Хотя даже они будут попадать По стоящим на месте кораблям Но может быть там Время от времени Они будут промахиваться Так что в принципе В боевке есть Некоторые дополнительные Элементы глубины В том плане что Да я не могу Может быть увернуться от чего То есть я не могу увидеть Что в меня летит снаряд И изменить курс И увернуться таким образом Но я могу изначально Лететь таким По такому курсу Что шанс противника Попасть по мне будет уменьшен В этом плане Немножко дополнительной глубины У боевки все же Имеется Но даже несмотря на это Боевка Это все таки Самая неинтересная часть Евы В Еву играют Не ради боевки И боевка здесь Просто как такое дополнение Но если не ради боевки То ради чего Играют в Еву Давайте разбираться Пока я лечу Сдавать миссию А Ева Чем интересно Есть несколько Вообще Элементов Которые делают Ева Очень уникальной И интересной игрой В частности Частично Это ПВП Которая здесь Ну Относительно Свободная Везде Всегда И в любой момент Как бы Тут есть безопасные зоны В том плане Что Здесь на меня Никто не может Безнаказанно напасть Но это не значит Что я в безопасности Меня все равно Могут здесь убить Другие игроки Просто Будут некоторые Последствия для них После этого Но об этом я сейчас К этому я сейчас вернусь Ну в общем да Глобальная Открытая ПВП Все против всех Могут воевать В любой момент В любом месте Практически Это одно из Один из элементов Евы Который делает ее Популярной Тот факт Что все происходит На одном Сервере По сути То есть Если я что-то Если я что-то делаю В игре Это может потенциально Повлиять на всех Остальных Кто играет в Еву Кроме китайцев У китайцев Отдельный сервер Ну и плюс Есть там Тестовый сервер На котором На котором Тестирую Всякие новые фичи Да Логично И плюс к этому Возвращаясь к ПВП В Еве Есть такой элемент Что Ева Это игра В которой Всегда есть какой-то риск Конкретнее Если я теряю Свой корабль То я Теряю свой корабль То есть Здесь нет такого Что меня убили Я среспавнился И ничего не произошло То есть Всегда Ваша Смерть Или Ваша потеря корабля Это Имеет Некоторые последствия То есть В частности Если я потеряю этот корабль Я потеряю этот корабль Я потеряю все модули Которые на нем установлены Все что у меня в трюме лежит Все это И мой корабль В данном случае Он стоил Включая все эти модули Ну Миллионов Пять Наверное Притом у меня сейчас Суммарно есть Тридцать один миллион То есть я могу В принципе Если я потеряю этот корабль Я могу купить еще шесть таких Но если я потом и их потеряю То я останусь без денег То есть всегда Вот это вот Свободное ПВП Которое Есть везде Всегда И возможно Всегда И везде По крайней мере Оно влечет за собой Реальные последствия Потому что Когда Вы уничтожаете корабль Противника Он реально теряет что-то Это Делает это все ПВП Немножко более интересным Плюс К тому же Поскольку здесь есть Такие реальные последствия И возможность Терять деньги На Потерях корабля И еще на всяких вещах Тут также есть И Достаточно Ценные вещи И К тому же Здесь есть еще Интересная Довольно реалистичная Экономика В том плане Что Практически все Что Вы можете купить Как бы Вы все Всегда покупаете И продаете У игроков И продаете игрокам Ну почти всегда И Большая часть всего Этого еще и сделана Игроками То есть Экономическая Есть вот эта Составляющая И политическая Составляющая То есть Поскольку Есть экономика Поскольку Есть Возможность Потерять что-то И ПВП Соответственно Игроки Собираются В корпорации В альянсы И друг с другом Воюют За территорию За ресурсы И за Всякую Такую подобную Фигню И это вот Все Делает Его Интересной Теперь Давайте Подробнее По всем Этим Параметрам Пройдемся Ну давайте Я начну С Производства Экономики Скажем так Практически Все Что есть в игре Все корабли Большая часть Модулей Которые на эти корабли Ставятся Все патроны Вся вот эта вот фигня Все это произведено Игроками То есть в частности Например мой текущий корабль Коракс Коракс Да у меня как раз Открыто Я могу Построить Коракс Для этого Мне нужен Чертеж Коракса Который Я могу Просто купить У NPC Он стоит Довольно Ну Даже не то чтобы Особенно дорого Всего лишь 8 миллионов И после этого Мне нужно Вот это вот все В плане ресурсов На производство Одного Коракса То есть Чтобы произвести Один Коракс Мне нужно 5700 Тританиума Не 5700 А 57000 24000 Перита 8500 Миксалона Все вот эти вот Ресурсы Эти ресурсы Это совсем Самые базовые ресурсы Которые можно Копать из астероидов То есть Я возьму Я могу взять Какой-нибудь там Шахтерский корабль Полететь в астероидный пояс И накопать Всех этих ресурсов И потом Построить себе Коракс сам Но естественно Вместо этого Я могу То же время Что я буду Копать ресурсы Потратить на то Чтобы там Проходить миссии Или еще каким-то образом Зарабатывать деньги И на эти деньги Купить готовый коракс Что скорее всего Будет для меня выгоднее При этом Если у меня Есть все эти ресурсы Если у меня есть Чертеж И нужные навыки В данном случае Мне нужен всего лишь Навык индустрии 1 Который есть У всех персонажей Изначально То я могу построить Этот коракс И строительство Его займет Какое-то реальное время Два с половиной часа Он будет строиться Но при этом Это время Я могу запустить Его строиться И выключить игру И вернуться через 3 часа И забрать корабль Сесть на него И полететь на нем То же самое Касается всех Всяких там Модулей Которые у меня На него установлены То есть там Warp Scrambler 2 Его можно тоже построить Он второго технологического уровня Так что его Строить немножко сложнее На него нужен Чертеж второго уровня Который делается Из чертежа Первого уровня Всякими танцами С бубном И прочей фигней И на него нужны Более всякие Продвинутые ресурсы Которые уже Не из астероидов Добываются Вот эти вот Трансмиттеры Миниатюрная электроника Морфит Морфиты по-моему Из астероидов Всякие вот Сенсор-кластеры И прочая фигня Они сами по себе Делаются Из более Базовых ресурсов То есть Квантовый микропроцессор Делается из Вот этой вот Сей фигни Эта фигня Она либо делается Из чего-то еще Либо она добывается Добывается она Не из астероидов Уже А там есть Всякие лунные Добыча Добыча материалов Из луны Из планет И потом В итоге Получается Такая вот сложная Производственная цепочка Которая в итоге Приводит к тому Что Кто-то делает Эти варп Скрамблеры 2 Из всего этого То есть возможно Он добывает Ресурсы на планетах И на лунах Из этих ресурсов Делает все вот эти вот Составляющие части Компоненты Из этих компонентов И Астероидных ресурсов Которые он возможно Сам же копает Он уже делает Варп Скрамблер 2 Который я потом покупаю За там 2 миллиона Или сколько он стоит Ну полтора миллиона И ставлю его На свой корабль То есть индустрия В этом плане Здесь достаточно Продвинутая И Построить можно Ну не все То есть скажем Ракетницы Которые у меня На корабле Установлены ОЕ 5200 Ракетланчеры Это Именные Ракетницы Которые Нельзя построить То есть В частности Если я открою Ракетные установки Это все Ракетные установки Легких ракет в игре Ротетланчер 1 Самый базовый Его можно построить Ротетланчер 2 Его можно построить И опять же На него нужны Всякие сложные компоненты И прочая фигня Поларайст Его тоже можно построить И на него еще Всякая фигня нужна Все между ними Вот эти вот Арвалест Ротетланчер Лимас Смаркут И ОЕ 5200 Их нельзя построить Они выпадают Из врагов Иногда Из NPC кораблей То есть Это Мета-варианты Они называются У них есть Мета-уровень Конкретный То есть Если я открою Его Характеристики Мета-уровень 3 У этого Там будет Мета-уровень 1 Мета-модули Они падают С врагов И Они обычно Хуже чем Т2 Вариант Ротетланчер 2 2-го технологического Уровня Но Они Дешевле И Или Требуют Меньше скиллов То есть Я в данный момент Не могу использовать Ракетницу 2-го уровня Потому что На нее Мне нужны Навыки Которых у меня Сейчас нет А Ракетницы Метовые Я могу использовать И они лучше Чем Т1 Ракетница Поэтому Их в основном Используют То есть Те кто умеет Т2 Используют Т2 Потому что Оно Либо лучше Либо дешевле Чем Крутые варианты Мета-модули В принципе Тоже можно строить Но там Свои проблемы Там Проблемы в том Что Их нельзя Строить Постоянно Вы можете Получить Одноразовый Чертеж Который Позволит Вам создать Одну Ракетницу И Чертеж Этот вам Либо За миссии Дают Либо Средских Врагов Падают Либо Еще Что-нибудь Подобное Поэтому Они Очень Дорогие Но Они В целом Может быть Ситуационно Они могут Быть лучше Чем Т2 В зависимости От конкретного Предмета В случае С оружием В большинстве В случае Т2 Вариант Лучше Потому что Т2 Пушки Могут Использовать Т2 Патроны А фракционные Пушки Не могут Использовать Фракционные Патроны Но Это уже Все Я слишком Углубляюсь В общем Можно сказать Что почти Все модули И почти Все корабли Строят Игроки И потом Продают их Друг Другу И соответственно Есть Вот этот Рынок И здесь Если я хочу Купить Допустим Ракетницу Упс Это Не посмотреть А купить Ракетницу Т2 Вот Так Рыночная Система Выглядит То есть Здесь Продавцы Это люди Которые Продают Эту ракетницу А это люди Которые Покупают Эту ракетницу То есть Если у меня Есть ракетница Я могу Ее выставить На продажу Как продавец Что она В этом списке Появится Ее кто-нибудь Сможет купить Или я могу Ее сразу Мгновенно Продать Кому-то Кто ее Понятная И простая Система Но Она немножко Более сложная Чем кажется Изначально Потому что Если я Размещаю Ордер на покупку То я могу Там поставить Цену Количество Минимум За Единовременную Продажу То есть Я могу Поставить Что я хочу Купить 500 Ракетниц Но я хочу Купить 500 Ракетниц Сразу То есть Мне Не смогут Продать их По одной Нужно будет Чтобы кто-нибудь Привез мне 500 ракетниц Вместе А потом Сколько будет Висеть этот Там на каком-то Расстоянии От нее И всякая Такая фигня Ну в общем Тут все довольно Логично Экономика Она в этом плане Работает Потому что Ну потому что Все производят Игроки Соответственно Они же и продают И покупают И все там Подобное Ну и Что касается Политики И пвп Если я Открою Карту Я сейчас Нахожусь Здесь На вот этой Станции Это моя Текущая Система Периметр Со статусом Безопасности 1.0 Вот всякая фигня В этой системе Там какой-то Старгейт Там еще Какой-то Старгейт Тут планеты Стероидные Пояса Станции Вся фигня Я на одной Станции Если я отдаляюсь Каждая точка Это еще Одна система То есть Если я сюда Кликну То это еще Одна система Это еще Одна система И так далее Систем в игре Очень много Их примерно 5 тысяч Вроде бы 5,5 тысяч Где-то так Обычных систем Плюс есть еще Вормхоллы Которые отдельно Которых на этой карте нет Их там еще Еще тысяч 5 Но они Совсем Отдельная тема Про них Я в этом видео Почти ничего Говорить не буду Кроме того Что они существуют И туда Навичкам Лучше не соваться Вообще Там Свои Все проблемы В общем Вы можете увидеть Что У меня сейчас Выставлено Как бы Разделение По цветам По рейтингу Безопасности Часть систем Там синий Зеленый Желтый Оранжевый И вся там подобная фигня И все системы Которые По краям От вот этого Центрального региона Они полностью красные Это нули Это системы С нулевым уровнем Безопасности И они интересны тем Что все Ну не все А большая часть Этих систем Принадлежат игрокам То есть Это то пространство Которое Может быть Завоевано Игроками Если я здесь Включу Фракции Альянсы То я могу Посмотреть Конкретно Кто владеет То или иной Системой То есть Допустим Вот здесь Вот этой системой Владеет Альянс Shadow of Death Это Русскоязычный По моему Как раз Альянс В основном Русскоязычный Они конечно Все многонациональные Ну да ладно А здесь Вот владеет Альянс Nemesis Enterprises Здесь Там владеет Какое-то Еще что-то То есть Всеми Этими Системами Владеют Какие-то Игроки Какие-то Группы игроков Pandemic Horde Здесь Darkness Здесь Еще Всякая фигня И все Там подобное Центральные Системы Которые В предыдущем Варианте Были Подсвечены Разными Цветами Ими Владеют NPC Империи И это Все Называется Имперским Пространством Это все Нули Все Красное Соответственно По рейтингу Безопасности Там он Ниже Нуля Там он По сути Отрицательный В большинстве Случа То есть 0.3 Минус 0.2 Там все Там подобное Но когда вы В эту систему Влетаете Оно по-моему Отмечается Как просто 0.0 Есть Пара NPC Регионов Которые Владеют Точнее Пара Нулей Пара Регионов В нулях Которыми Владеют NPC Но в целом Нулей Это территория Игроков И они там Воюют Друг с другом За Собственно Территорию Ресурсы И все Там подобное Потому что Часть Вот этих Ресурсов Которые Не добываются Из астероидов Про которые Я до этого Говорил Они В больших По крайней мере Количествах Существуют Только в конкретных Местах То есть Ресурсы Которые Нужны На Т2 Производство Вот эти Вот компоненты Комплектующие Нет Ну да Всякие Гидрогенные Батарейки Все там Подобное На их Производство Нужны Не планетарные А лунные Ресурсы Которые Встречаются Только на конкретных Лунах Некоторые На лунах В конкретных Регионах Соответственно За них Там идет Война Потому что Если Какой-то Альянс Контролирует Там все Регионы Все системы В которых На лунах Есть какой-нибудь Ресурс То они Контролируют Этот ресурс И могут Зарабатывать На нем Кучу денег Манипулируя Цены Правильно Соответственно На этом Построены Ну не все Но многие Войны Альянсов В нулях Ну и плюс Просто за территорию Они воюют Потому что Даже в системах Где нет Каких-то Особо Редких И ценных Ресурсов Там все равно Можно заработать Деньги Всякой другой Фигней В общем Они друг с другом Воюют Но даже В империи Можно с кем-нибудь Повоевать Можно поискать Пвп И все там Подобное сделать В частности Опять же У меня Фильтрация По уровню безопасности Уровень безопасности Он Соответственно От нуля От минус Единицы До единицы Но все Что ниже нуля Оно Считается нулями И там все По сути одинаково Кроме того Что в системах Там минус один Там спаунятся Немножко более крутые НПС противники Чем в системах Ноль Ноль-ноль Но незначительно Более крутые А вот в случае С тем Что выше нуля Там Некоторые разделения От 0.5 До единицы Это Хайсек Это пространство С высокой Степенью безопасности Там на меня Никто не может Просто так напасть Без последствий Конкретно на меня Может кто-нибудь Напасть И начать По мне стрелять Но как только Он это сделает Прилетит флот Конкорда Местной полиции Которая его Мгновенно расстреляет У Конкорда Читерские корабли Которые уничтожают По сути Любой корабль Практически Мгновенно И с которыми Воевать невозможно Да и даже Если было бы возможно Избегание Конкорда Считается Эксплойтом И за это банят То есть Если вы каким-то Образом нашли Способ Что вы На кого-нибудь Сагрились В хайсеке И не потеряли Свой корабль То вас за это Забанят Скорее всего Но тем не менее В некоторых Ситуациях Все же Многие люди Ну не многие Но некоторые люди В некоторых ситуациях Все-таки Агрятся В частности Если Там Если я вижу Что где-то там Висит ВФК Корабль У которого в трюме Огромное количество Каких-нибудь дорогих ресурсов Или еще чего-нибудь Я могу пригнать туда Какой-нибудь дешевый эсминец Ваншотнуть его Конкорд прилетит Убьет меня А мой друг На транспортнике Подберет его лут И Собственно мы заработаем На этом деньги Ну и даже если он Не АФК висит А если он там Пролетает на автопилоте В общем таким Некоторые люди занимаются И даже я таким Некоторые Немножко занимался Ничего особо не заработал Правда Но все же Но в целом Без последствий В хайсеках Воевать особо не получится Но можно Как бы Есть действия Которые Позволят Другим игрокам На вас Нападать Без Без вмешательства Конкорда В частности например Если я прилечу К кому-нибудь На миссию Есть способы Пролететь К кому-нибудь На миссию И начну там Лутать его лут С кораблей Которые он сбил То он сможет По мне начать Стрелять Конкорд на него После этого не прилетит Но когда он Начнет по мне Стрелять Я смогу По нему начать Стрелять То есть таким образом Может случиться Пвп В хайсеках Ну и плюс Есть корпорационный Войн То есть если я в корпорации То я могу объявить Войну Какой-нибудь другой Корпорации Мы получим право Без вмешательства Конкорда Опять же Друг с другом Воевать Спокойно Даже в хайсеках Ну и там Еще пара Таких вот Конкретных Примеров Есть Но это хайсеки Что касается Лоусяков Это 0.4 И ниже Там Кто угодно На кого угодно Может нападать То есть там Все против всех Причем это Не территории Под контролем Каких-то крупных Альянсов Крупные альянсы В какой-то мере Еще могут у себя Поддерживать порядок То есть я знаю Есть Возможно уже нет Когда я Давным-давно играл В Providence Жили CVA Альянс Да Они все еще там живут Они у себя там По сути устраивают Хайсеки В нулях То есть они Не атакуют Никого сами по себе Но Если кто-то На кого-то агрится То они их добавляют В красный список И расстреливают При встрече В большинстве случаев В большинстве Всех остальных мест Все просто Всех расстреливают При встрече Всех кто не союзник Но тем не менее Для своих союзников Они там могут Пытаться поддерживать Какой-то порядок В то время как В лоусеках Никакого особого Порядка нет Все воюют Со всеми подряд Летают все Кому не лень И в общем Там просто На вас может Напасть кто угодно Где угодно Независимо от того Кто вы Независимо от того Что вы делаете Вы можете конечно Летать аккуратно И избегать ПВП И это может У вас даже Достаточно хорошо Получаться Но В большинстве Случаев Стоит учитывать Что если вы Направляетесь Куда-нибудь В лоусеки То Как бы Стоит заранее Считать свой корабль Потерянным Да может быть Вам повезет И вы оттуда Вылетите живым И может быть Даже вы оттуда Вывезете Какой-нибудь Ценный лут Или еще Что-нибудь подобное Но это Ну как бы Это может быть Достаточно вероятно Но все же Есть достаточно Большая вероятность Что вас там убьют Всегда это стоит Учитывать Ну Главное правило Е Вы вообще Не вылетайте Из дока На том Что вы не можете Себе позволить Потерять Даже в хайсеке Ну да Там есть Некоторые Небольшие Последствия В ПВП В лоусеках В частности Вокруг станций И вокруг гейтов Есть вот эти вот пушки Если я в лоусеке На кого-нибудь Сагрюсь То в следующие 15 минут По мне эти пушки Будут стрелять Они не супер Читерские Не супер ДПСные То есть Я могу Так собрать корабль Что я смогу Их танковать Эсминец Такой вот вряд ли Потому что это Очень легкие корабли Они меня там Может быть Ваншотнут даже Но какой-нибудь Более толстый корабль Вполне можно собрать Так что ему вообще Пофиг на эти пушки Потому что у них Достаточно ограниченный ДПС Но все же Они будут по мне Стрелять Плюс Если я Особенно Агрюсь на людей В лоусеках То у меня падает Статус безопасности Мой личный Если он упадет Слишком сильно То по мне Даже в хайсеках Смогут Все кому не лень Стрелять И если он Совсем сильно Упадет То на меня Будут агриться Всякие пушки И прилетать Фракционная полиция Не конкорд по моему А именно Полиция которую Можно Танковать И избегать Но в общем Мне не будут Особенно давать Летать по хайсекам Даже Но тем не менее В лоусеках Вполне можно Пиратствовать И убивать Других игроков В нулях Нужно Ну не столько нужно Сколько там вообще Нет никаких последствий Негативных То есть если я в нулях На кого-нибудь нападаю Мне ничего не будет За это Единственное я не смогу Пропрыгнуть в гейт Минуту после Агрессивных действий Это Везде Во всей игре Такое Ограничение работает И не могу задохнуться На станцию Минуту после Агрессивных действий То есть если я на кого-то Напал А он упрыгнул в гейт Я не могу за ним Полететь Но это Единственное ограничение Которое действует В лоусеках В нулях Но в общем Да И соответственно Поскольку я теряю корабль При смерти этого корабля И теряю все Что у меня было Эквипно там Пвп по большей части В лоусеках И в нулях Происходит При явном Нежелании Одной из сторон И при явном Превосходстве другой То есть тут В Еве почти нет Пвп Когда вы там Сражаетесь Один на один На более-менее равных кораблях И оба хотите сражаться Такое бывает Да Если вы Активно летаете И ищете пвп Вы можете найти Кого-нибудь Кто тоже активно летает И ищет пвп Хотя даже в такой ситуации Скорее всего Один из вас будет Изначально сильнее И У второго Не будет особого желания Воевать Просто Там Кто кого поймает Или что-нибудь подобное Но и естественно Поскольку Есть явное Нежелание Одной из сторон Участвовать в пвп Практически всегда То у Другой стороны Есть что-нибудь Типа вот такого Варп скрамблера Это модуль Который не позволяет Моему противнику Уйти в варп Соответственно Если я воюю Я могу просто Использовать этот Варп скрамблер На каком-нибудь корабле И он не может свалить И я могу Соответственно Его добить И на этом Также построены Целые классы кораблей Скажем Перехватчики Если я открою схему кораблей К ней я потом Еще немножко позже вернусь Тут есть целый Ну не целый подкласс А в общем Есть подкласс Перехватчиков Это фрегаты Которые именно Предназначены для того Чтобы догонять цель Они очень быстро летают Они очень мелкие И у них всякие бонусы На как раз Всякие варп скрамблеры Сетки И прочую фигню Которая Не позволяет цели уйти То есть Есть корабли Специально для этого Предназначенные Есть корабли Которые там Сныперят издалека Есть еще всякая фигня В общем К кораблям мы еще вернемся Но ПВП Это Очень важная часть Евы Но Как бы Это не значит Что это единственное Чем можно заняться То есть В Еве полно всего Чем можно заниматься Не участвуя в ПВП Вообще Опять же Вы можете просто играть Каким-нибудь там Индустриальным персонажем Вы можете там Копать ресурсы Потом из этих ресурсов Делать модули И потом продавать Эти модули Некоторым это нравится Вы можете торговать полностью У меня был момент Когда я просто сел В Житя Это главный торговый хаб Жита 4 Луна 4 Калдариновый Ассембль Плант Я прилетел туда У меня было там Полмиллиона денег Я накупил всякой фигни На эту Не полмиллиона Полмиллиарда На эти полмиллиарда Я накупил всякой фигни И потом за неделю Я продал эту фигню обратно Уже не за полмиллиарда А там за миллиард Получается Я заработал полмиллиарда За неделю Не выходя из станции Этим можно заниматься Можно там Планетарной Всякой фигней заниматься То есть если я кликну на планету Я могу посмотреть ее В планетарном режиме Я могу добывать ресурсы На этой планете Я могу на ней строить Всякую фигню Я уже не помню Как это все работает Наверное это вообще Никак не работает Потому что у меня здесь Нет комцентра По-моему мне нужно построить Здесь центр управления Чтобы это как-то работало В общем я могу на этой планете Строить всякие добывающие экстракторы Которые будут там копать Ресурсы Отдельные Не астероидные И потом их вывозить С этой планеты И продавать их Опять же Или строить из них Что-то более крутое В общем это еще одна Деталь Я могу летать Сканировать Системы Искать в них Всякие исследовательские Вещи Это кстати то Чем я в основном занимаюсь То есть есть Я не могу это показать В полной мере Но есть вот такая вот фигня Что в этой системе Есть два каких-то Источника сигнала Неизвестных Если у меня корабль Со специально предназначенными Для этого модулями Я могу эти источники сигнала Отсканировать Найти что это такое И прилететь туда потом И это может быть Либо боевое какое-то Ну Какая-то там База пиратов Я туда прилетаю Могу убить этих пиратов И там в конце Какой-то мини-босс Который дропнет ценный лут Может быть Или может быть не дропнет Или это может быть Скажем Археологическая Фигня Что я туда прилетаю И там специальные контейнеры Которые нужно Специальным модулем Открывать С мини-игрой И забирать из них Еще какой-то ценный лут Который можно продать То есть Можно этим заниматься Летать по системам Можно опять же Пвп-шиться В лоусеках Пиратствовать Можно Пвп-шиться В больших альянсах Потому что В больших альянсах Там они в основном Не пиратствуют А воюют друг с другом Большими флотами Там штурмуют станции Ну Осаждают станции Скорее И Всю такую фигню делают То есть В Еве Есть чем заняться И Если вы хотите Найти чем заняться То вы найдете себе Какое-нибудь занятие Которое будет вам по душе Ну и Что еще Еще в Еве Очень уникальная И Интересная система Прокачки Потому что Она совершенно Не привязана к игре По сути То есть Вы качаетесь Пассивно Тем что Тем что Проходит время То есть У меня сейчас Стоит на изучении Каударский фрегат 4 Он изучится Через 13 часов Я могу закрыть игру Выйти Выключить компьютер И через 13 часов Включить его обратно И у меня будет Выучен этот навык И соответственно Вот у меня Моя очередь Текущая Которая рандомно Выставлена И все эти навыки Они изучаются Какое-то время Навыков полно Любой навык Можно выучить любым персонажем При условии Что у вас выучены Предшествующие навыки То есть Я не могу выучить Каударский линкор Пока я не выучил Каударский крейсер Скажем Но при этом Как бы Я выбираю Из четырех фракций Персонажа При старте То есть Тут есть Четыре основных империи Амарская империя Федерация Галенте Государство Каудари И Республика Минматар При создании персонажа Я создаю персонажа Одной из этих империй Но это Ничего по сути Не значит Это влияет на то Как выглядит мой персонаж Где я начинаю В галактике И на два моих Стартовых навыка В том плане Что у меня будет Навык фрегата Расовый Выучен изначально И навык Расового оружия То есть В случае С этим персонажем Я начал за Каудари У меня был Каудари фрегат В три по-моему Прокачен Или в два Я не помню уже И у меня были Прокачены гибридные пушки В три Если бы я начал за Амару У меня был бы Амарский фрегат Который у меня сейчас есть В списке Но не прокачен И у меня был бы Были бы лазеры И так далее Но я могу выучить Начав за Каударского персонажа Я могу выучить Амарские корабли Я могу выучить Любые корабли вообще И После этого Как бы возникает Такая мысль Что если здесь Такая система прокачки Пассивная И любой персонаж Может выучить Любые навыки То получается Что если кто-то Начал играть Там на месяц Раньше меня То я его никогда Не догоню Правильно? Ну В какой-то мере Правильно Я его никогда Не догоню По количеству Скиллпоинтов Если мы оба Просто качаемся Потому что здесь Есть еще Разные другие Ну В общем Здесь можно Получать Скиллпоинты Еще разными Другими способами Но при этом Я его могу Догнать в какой-то Конкретной области То есть если я хочу Идеально пилотировать Свой текущий Вот этот вот коракс То у меня есть Ограниченное количество Навыков Которые влияют На этот мой текущий Коракс То есть это Калдарский Калдарский Эсминец Соответственно Если я выучу Калдарский Эсминцы В 5 Если я выучу Все скиллы Которые влияют На скорость Корабля Глобально На все корабли На броню Все вот это В 5 То после этого Я буду на этом корабле Летать точно так же Как Какой-нибудь человек Который Начал играть 10 лет назад И у меня Все скиллы будут в 5 И у него Все скиллы будут в 5 Все скиллы Относящиеся К этому конкретному кораблю Прокачать вообще Все скиллы в 5 Не выйдет Потому что Разработчики Их добавляют Быстрее Чем Чем можно Их прокачать То есть В данный момент Чтобы прокачать Все скиллы в 5 Вам потребуется По-моему 20 с чем-то Что ли Лет реального времени За эти 20 лет Они добавляют Еще скиллов При том что Игра существует Всего лишь Там 13 лет Так что Да Но вы можете Прокачать скиллы Все скиллы До максимума Которые касаются Какого-то конкретного Какого-то конкретного Элемента Какого-то конкретного Корабля Какого-то конкретного Занятия Еще чего-нибудь Подобного Это возможно Что еще Что еще Давайте Про корабли Немножко Кораблей полно Это Если я Закрою Всякие Разведзонды И скрою Чат Это все Корабли Государства Каударе То есть Это корабли Одной из четырех Больших фракций Плюс есть еще Всякие мелкие Подфракции У которых тоже Есть корабли Ну в частности Боевая линейка Основная Совсем базовая Это Шесть Т1 Фрегатов Два эсминца Четыре крейсера Три линейных крейсера Три линкора Это основная Совсем основная Линейка Как ударить Потом есть Армейские варианты Всего этого Которые более крутые То есть Есть Каракау Есть Флотской Каракау Есть там Дрейк Есть Нэви Дрейк Он круче У него там Больше ракетниц Больше щита Все там подобное Ну и тоже самое Линкоры всякие Потом есть Т2 варианты Это более специализированные И более крутые варианты То есть Есть Допустим Кондор Базовый фрегат Есть его Т2 варианты Это Кроу И это Раптор Это Перехватчики Они предназначены Я уже говорил про них Они предназначены Для того чтобы Догонять вражеские корабли То есть Они очень быстрые Они очень мелкие Маневренные И у них бонусы На Всякие Сетки Скрамблеры И прочее То есть Они Подлетают К вражескому кораблю И не дают ему варпать Это их смысл Есть ударные фрегаты Которые Тяжелые Бронированные И более дамаговые Чем обычные фрегаты Но они в целом Все равно довольно таки Хреновые корабли Потому что Ну потому что Они все равно фрегаты В основном Есть диверсионные фрегаты Это всякие стелсы Стелс бомберы И просто стелс корабли Есть электронные фрегаты Которые там Выключают Врагу Лог Понижают Ему точность И всякую подобную фигню Делают В зависимости от Фракции В зависимости от Конкретного корабля И есть Фрегаты Каракал Каракал Ракетный Моа Бластерный Блэкбёрд Электронный Оспрой Хиллер По сути Базовый И есть их Более крутые варианты Дозорные крейсеры Это Т2 варианта Блэкбёрда Это электронные корабли Которые Выключают Врагу прицеливание И там Один из них Стелсовый Другой из них Более боевой Тяжелые ударные крейсеры Это Более бронированные Более дамаговые Варианты Боевых кораблей Тяжелые заградительные Это Опять же Как заградители Не дают уварпать никому Боевого обеспечения Это хиллеры И есть стратегические крейсеры Они модульные У них там куча разных вариантов И разных целей Потом дальше Линейные крейсеры Это Более крутые Дамаговые Толстые корабли Чем крейсеры По сути Фрегаты Эсминцы Это мелкие корабли На них ставятся мелкие модули Мелкие пушки И все там подобное Просто на эсминцы Ставится больше мелких пушек Крейсеры И линейные крейсеры Линейные корабли Хотя на некоторые На некоторые линейные крейсеры Ставятся тяжелые модули В частности Нага Это корабль На который ставятся тяжелые пушки С линкоров И линкоры Это тяжелые корабли На них ставятся большие модули И большие пушки В общем Линейные крейсеры Это По сути Крейсерские пушки Примерно крейсерская скорость Но чуть помедленнее Чуть менее маневрена Но больше брони Больше пушек Командные корабли Это линейные крейсеры, которые дают бонусы союзникам. Они, может быть, там чуть-чуть менее эффективны в бою, хотя они очень толстые. Их очень сложно убить. Но они дают бонусы союзникам. Дальше линкоры. Это линкоры. Самые тяжелые и большие корабли из нормальной ветки. И у них есть там рейдеры, которые еще дамаговее, еще бронирование. И есть тяжелые диверсионные корабли, которые стелс-линкоры. Ну и потом есть ветка капитал-шипов. Совсем здоровые корабли. XL размеры. Это дредноуты, кары, авианосцы всякие. И титаны. И для сравнения, мой текущий корабль это Коракс. 259 метров в длину эсминецка в ударе. Титан. 18 километров в длину. Такая вот здоровая хреновина. И, соответственно, на нем ставится, на него ставятся совсем здоровые пушки. И он вообще совсем страшный. Там на него ставится думсдей пушка, которая совсем какую-то жуть делает. Я не уверен, что именно она сейчас делает, потому что за то время, как я играл, ее пару раз переделывали полностью. Но все же. В общем, что-то страшное она делает. Возможно, ваншотит любой корабль. Возможно, ваншотит несколько мелких кораблей. Или что-нибудь подобное. Не знаю. Но это все авианосцы всякие. А дредноуты это просто чуть помельче титанов. Пушечные корабли, по сути. В основном предназначены для убийства сооружений. Плюс есть транспортная ветка внизу. То есть это шаттл, транспортники и здоровые транспортники. А вот эти вот капиталы, которые дредноуты, кары и титаны, их не пускают в хайсеки. И это именно совсем здоровые, тяжелые корабли. Они титаны и некоторые из каров, по-моему, только суперкапиталы, то есть Семера и и Титан, они не умеют даже на станции докаться. Такой же набор кораблей есть у трех других основных фракций. То есть это Каудари были, у Амаров есть точно такой же по смыслу набор кораблей, но с немножко другими бонусами. То есть у них лазерные корабли, у Каудари ракетные, у них там электроника другая на электронных кораблях. Они выглядят, естественно, по-другому. Причем у каждой фракции есть свой визуальный стиль, достаточно узнаваемый и достаточно хорошо соблюдаемый. То есть Амары, они все вот такие вот с такими клювами, заостренные, золотисто-серые. Такие вот, они все в таком стиле сделаны. То есть если я открою Професси, он тоже похоже выглядит в таком же стиле. Если я открою там Апокалипсис, он тоже в таком же стиле. То есть они все сразу узнаваемы, что это Амарский корабль. Амары очень красивые. А потом Каудари, они все угловатые, серые, металлические и ракетные. То есть это вот мой Коракс, это какой-нибудь там Дрейк, доска. Ну, какой-нибудь там. Некоторые у них есть еще асимметричные совершенно корабли. Ну, это в основном старые дизайны. То есть их постепенно переделывают. Рейвен тоже такой достаточно относительно угловатый серый. Потом Галенты, они все такие зеленые пузатые корабли. Многие из них вертикальные при этом. Такая вот фигня, такая вот фигня. У Галентов там у них гибридные пушки и дроны в качестве вооружения. и у них там другой тип электроники, другой тип сенсоров, там еще всякие такие отличия. То есть в целом корабли разных фракций, они выполняют примерно схожие роли. То есть перехватчики есть у всех фракций, и у всех фракций они быстро летают и предназначены для того, чтобы догонять корабли и не давать им улетать. Но при этом, скажем, Галентские в целом корабли, они там более бронированные, медленные и для ближнего боя предназначены. То есть у них мощные пушки для ближнего боя, у них дроны и у них там не очень хорошая скорость и маневренность в целом. Каудари дальнобойные и ракетные в основном. Амары лазерные со средней дальностью с хорошей броней, там и еще что-нибудь подобное. Минматары самые быстрые и опять же со средней дальностью. Минматары, они в основном выглядят как ржавая непонятная хрень, собранная из мусора, который нашли в ближайшем астероидном поле на обломках нескольких кораблей. Ну, хотя у них тоже есть достаточно стильные корабли. Не этот, но, например, Хуррикейн. И это четыре основных империи. Плюс есть Ор, это шахтерские корабли все. Но это, собственно, шахтерские корабли, что про них скажешь. И есть пиратские варианты. То есть Гуристас, Нацисанши, Бладрейдеры, Картель Ангелов, Корпорация Серпентис, это все пираты. У них у каждой фракции там по три корабля, кроме Санши, у которых еще есть их авианосец здоровый, который очень сложно получить. Плюс есть еще там пара фракций. Сестры Евы и Льон Морду. Я не уверен, пираты они или нет в плане лора, но по сути их можно считать пиратскими кораблями. И у них, у некоторых пиратских кораблей, скажем, Гуристас, они просто используют каударские корабли, просто перекрашенные визуально. Но у многих есть свои конкретные дизайны, скажем, Морду, они похожи чем-то на... не знаю, даже на что, на какой-то гибрид современных кораблей, в смысле морских, и там кораблей из масс-эффекта, возможно, не знаю. И непонятной полоской хрени, да. В общем, кораблей в игре дофига. Наверное, каждому найдется корабль, который нравится визуально, на котором хочется летать. Не факт, что он будет хорошим и эффективным. Увы. Но, да. Ну и, в общем, кораблей много, у них есть разные роли, и... в принципе, прогрессия тоже довольно интересная в том плане, что... Это в Еве, на мой взгляд, одна из самых логичных и интересных именно прогрессий кораблей, что есть фрегаты мелкие с мелкими пушками, есть эсминцы, которые... Ну, классификацию я всю это имею в виду. Есть эсминцы, которые с теми же пушками, но больше пушек, больше брони, и потолще, но помедленнее. Есть крейсеры со средними пушками, баттокруизеры с более... Тоже со средними пушками, но больше пушек. Потом уже линкоры, и потом уже совсем крутые большие корабли. Плюс всякие специализированные варианты этого всего. Ну, да ладно. Что еще я могу рассказать? Ну, наверное, стоит рассказать про то, как работает местная система монетизации, подписки, всего там подобного. Игра с подпиской. То есть вам нужно платить каждый месяц деньги, чтобы играть. Подписка стоит от... Ну, подписка на один месяц стоит 559 рублей. Если вы подписываетесь сразу больше, чем на один месяц, то оно получается дешевле. Если вы подписываетесь на год сразу, то там получается на каждый месяц 400 с чем-то рублей. 408, по-моему. Но кроме этого есть еще пара вариантов, пара вещей, которые еще связаны с реальными деньгами. Здесь есть магазин, в котором можно покупать за реальные деньги всякие скины кораблей и прочую фигню. Но здесь также есть такая интересная система, которая называется Плекс. Я могу зайти на рынок, набрать в поиске Плекс и открыть его. И это предмет внутриигровой, который позволяет мне продлить подписку на месяц. И его здесь продают за игровые деньги. То есть я могу накопить миллиард, ну, 900 миллионов денег и купить этот Плекс за 900 миллионов. но куплю я его у какого-то игрока. То есть я его не сам, не просто куплю, то есть я не просто проплачиваю подписку за игровые деньги. Я, по сути, даю эти игровые деньги какому-то другому игроку и он проплачивает подписку мне, потому что этот другой игрок он купил Плекс за реал уже. И Плекс стоит дороже, чем просто подписка, по-моему, раза в два. Но, тем не менее, если я захочу, я могу купить Плекс за реал и продать его за игровые деньги. То есть я могу купить игровые деньги таким образом за реал, но, опять же, я это делаю не, я покупаю не у разработчиков это, а у других игроков и с ними как-то взаимодействую. Довольно интересная система, потому что она как бы не повышает инфляцию за счет покупки игровых денег, но при этом она и позволяет при желании играть бесплатно, проплачивая подписку Плексами, хотя на самом деле это не самая лучшая идея, потому что вы просто будете там большую часть месяца зарабатывать на Плекс, а не играть. И большая часть ваших денег будет уходить на эти Плекса. Так что да. Ну и к тому же не думайте, что вы сможете там прям вот сразу начать играть и постоянно с самого начала проплачивать игру Плексами. 900 миллионов для персонажа, которому там меньше месяца практически невозможно накопить столько за месяц. То есть скорее всего как минимум даже если вы сможете в итоге и если захотите в итоге проплачивать все Плексами, пару первых месяцев вам скорее всего придется платить Реалом, потому что вы просто непрокаченным персонажем и без знания игры вы не сможете накопить столько денег. То есть со знанием игры может быть да. Может быть вы и сможете накопить там допустим за Триал на Плекс. Если вы совсем знаете что вы делаете и если вам повезет то это вполне ну это реалистично в том плане что может быть получится. Но все же не стоит на это особенно надеяться и без знания игры это совсем не реалистично. Но тем не менее есть такая возможность. Ну и еще опять же за реальные деньги можно покупать разные другие вещи. В частности всякие скины кораблей и вот эта вот фигня скилл экстракторы и скилл инжекторы. То есть по сути вы можете покупать скиллпойнты опять же у других игроков. То есть вы можете прокачиваться не за время а за деньги за реальные или не за реальные. За реальные вы как бы реальные деньги там участвуют в том плане что предмет который позволяет передавать скиллпойнты между персонажами его нужно купить изначально за реальные деньги. Но вы в игре вполне можете просто покупать скиллпойнты сразу за игровые деньги у того кто опять же купил предмет зря у до этого. Ну и таким образом вы можете покупать скиллпойнты и прокачивать своего персонажа за деньги а не за время. Но там есть какие-то ограничения по-моему вы не можете это делать пока у вас нет какого-то там 5 миллионов что ли скиллпойнтов у персонажа. То есть какое-то время сначала нужно качаться самому но все же. Также тут продается всякая одежда Ева немножко интересна тем что это игра в которой лучший интерфейс скажем назовем это так создание персонажа из всего что я видел вообще при том что это игра в которой вы этих персонажей может быть иногда видите как иконку рядом как портрет в чате если вы не отключаете эти портреты в чате что большая часть игроков делает в альтернативном случае вы никогда не видите других персонажей своего тоже вы видите только если вы открываете свое окно персонажа но при этом здесь наиболее продвинутые кастомизации персонажа не то что из ММО а вообще из всех игр которые я когда-либо видел даже из синглов единственное что хоть как-то близко подошло Благдизер там попытались скопировать Евовскую систему создания персонажа получилось заметно хуже но хотя бы как-то близко слегка почему не могут такую систему создания персонажа сделать во всяких остальных ММО где эти персонажи существуют где вы их видите хотя бы иногда не знаю но в общем да забавно создание персонажа лучшая в той игре где эти персонажи никогда где их никто никогда не видит ну и вы можете покупать для этих персонажей всякую одежду здесь и всякую подобную фигню и плюс к этому за Реал ну опять же это Реал но Реал ауру вы Его можете покупать за Реал а Можите его покупать за Плексы по сути по моему ну или вы по крайней мере можете покупать все предметы деньги но в общем вы можете купить здесь еще и вот эту фигню сертификат на прокачку нескольких пилотов нормальной ситуации вы можете иметь несколько персонажей на аккаунте трех персонажей на аккаунте можно создать но качаться может только один из них если вы купите эту фигню вы можете качать двух одновременно но можно и без этого я могу остановить прокачку одного и начать качать другого плюс также разработчики не имеют ничего против мульти боксинга то есть если вы играете в несколько окон вы можете это делать при условии что вы руками между этими окнами переключать если вы альтабом переключать между там десятью окнами и играете десятью персонажами сразу вперед если вы используете какие-то сторонние программы для того чтобы там управлять этими несколькими окнами сразу вперед в бан да и часто есть смысл играть в несколько окон потому что ну как минимум если вы там летаете где-нибудь в нулях то вы можете вперед своего основного корабля во втором окне послать какой-нибудь фрегат на разведку посмотреть, не собираются ли вас убить флотом из, там, 50 кораблей за соседним гейтом. Но есть и другие разные применения дополнительным персонажам. Ну, в общем, да. Как-то так это все. Вроде бы я практически все рассказал, что хотел. Ну, я могу еще, там, пару слов сказать про то, как эти корабли работают. То есть у кораблей есть модули, модули ставятся в разные слоты. Тут есть четыре типа слотов. Слоты для тюнинг-модулей, которых почти у всех кораблей три. Это модули, которые, там, улучшают что-нибудь одно и ухудшают что-нибудь другое. Слоты high-слоты. Как они называются по-русски, по-человечески? Так, где здесь показать подробную информацию? Разъемы большой мощности, разъемы средней мощности, разъемы малой мощности. То есть большой мощности, это ставятся всякие пушки. Средней мощности, это ставится всякая фигня, типа ускорявок таких вот авторбернеров, которые позволяют летать быстрее. Всякая электроника, щиты, еще что-нибудь. В общем, куча всякой фигни. Низкой мощности ставится улучшение оружия, модули, которые увеличивают ваш урон. Ставится броня и всякие подобные вещи. И у каждого корабля есть ограниченное количество слотов. То есть в данном случае у этой базы корабля, то есть у Корокса, у него 4 слота средней мощности, 2 слота малой мощности. Соответственно, если я хочу его забелудить в броню, то у меня, скорее всего, не очень хорошо получится, потому что у меня всего 2 слота для брони. Зато в щит немножко получше, потому что щит мне есть куда засовывать. Ну и плюс там есть ограничения, в том плане, что у этого корабля есть 7 слотов для ракетных установок, и 0 слотов для пушек, и 7 слотов высокой мощности. То есть бывают корабли, у которых там 7 слотов высокой мощности, но всего 2 слота для пушек. И вы можете вставить 2 пушки, и в остальные слоты вы можете вставлять еще всякой другой фигни, которая тоже ставится в слоты высокой мощности. Там всякие стелс-генераторы, модули, которые отхиливают союзников. В общем, есть много всяких разных вещей, которые в разные слоты вставляются. Плюс все эти модули, Они жрут мощность реактора И мощность процессора Которая ограничена у вашего корабля То есть в данном случае у меня стоит вот этот вот модуль Который увеличивает мою мощность реактора Потому что у меня не влезало что-то Ну и из-за этого Может там влезть или не влезть что-то Ну и так же, да, у всего есть резисты Там есть реген счета Есть реген энергии Вся фигня, но это все Достаточно очевидно Наверное Ну и в общем, да, на этом практически все Если вы хотите начать Играть в Еву, то я рекомендую пойти на какие-нибудь Форумы, там есть и вруком Русские, есть всякие Официальные форумы англоязычные Есть там какой-нибудь реддит В общем, любое сообщество найдите И попросите там у кого-нибудь Расширенный триал, потому что Вам могут дать триал, который длится Три недели вместо двух И потом, если вы проплачиваете этот расширенный триал То человеку, который дал вам этот расширенный триал Ему тоже прибавляется месяц И в большинстве Ну, месяц подписки И в большинстве случаев Договариваются заранее, что Когда вы проплатите этот Ну, когда вы проплатите свой триал Этот человек вам скинет какое-то количество денег То есть так можно сразу получить Какой-то стартовый капитал Там 200, 300, 500 миллионов Я не знаю, сколько Насколько обычно Сейчас договариваются Раньше это в среднем было полплекса То есть сейчас, наверное, миллионов 450, 500 Что, в общем-то, достаточно неплохо Ну и плюс у вас дополнительная неделя триал Только так Учитывайте заранее, что Как бы договаривайтесь, что Сколько денег И все там подобное Ну и в принципе Тогда на этом совсем все Я надеюсь, вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока Субтитры сделал DimaTorzok